Я считаю, что разумный диалог возможен, когда стихает боль. Боль в отношениях всегда возникает в результате влияния судьбы. Судьба так действует, что люди перестают понимать друг друга. У них накапливается вот эта сила влияния боли между ними, и они не могут общаться с позицией разума, потому что боль забирает разум. Надо понять, что разумный диалог возможен только, когда есть духовная сила на это. Человек трезвеет, он успокаивается, и успокоив себя недостаточно, нужно еще же как-то успокоить близкого человека. То есть для этого нужно как-то заботиться, служить. И тогда возможно, что постепенно через служение, заботу друг к другу появится какой-то диалог. Мой опыт показывает, что самый быстрый способ разумного диалога возможен только в результате влияния старших. Когда есть кто-то старший в жизни, когда создается ситуация, что сидят трое, и близкие люди общаются при том человеке, который их любит, заботится о них, то разумный диалог возможен сразу. Наставник успокаивает людей, он дает им возможность понимать друг друга быстро и легко. И потом постепенно они при нем выговариваются, всю боль какую-то как бы выговаривают друг к другу, а потом начинают просто заботиться друг о друге. И появляется возможность быть вместе. Потому что нужна только любовь, а она невозможна, когда боль между людьми, это боль. По факту нужна духовная сила. Откуда она придет изнутри, если снаружи, непонятно. Но духовная сила, именно эта энергия счастья сначала успокаивает человека внутри, потом успокаивает снаружи. Конечно, есть еще важные такие моменты, как само желание и вера в этот разумный диалог. Нужно желать этого диалога, пытаться как бы прояснять отношения. И верить, что это работает. Я думаю, что на фестивале здесь В-3000 как раз вот эти вещи, три, это способность человека заниматься духовной практикой рас, которая уменьшает боль в сердце. Вера в то, что именно разумный диалог спасает ситуацию, а не неразумное дистанцирование друг от друга, скрытничество, вот это неверие. Вот. И как бы знание о том, как общаться. То есть сам диалог должен быть правильно построен. Есть какие-то законы этого диалога, как надо правильно его вести. Нужно учиться женщине понимать психику мужчины, мужчине понимать, как устроена психология женщины. Тогда легче вести этот диалог. Поэтому вот такие вот составляющие, я считаю, этого разумного диалога, в котором главным составляющим является духовная сила, которая приходит или снаружи в виде присутствия наставника, или изнутри в виде молитвы и духовной жизни, прощения друг к другу. Всегда любой диалог начинается изнутри. Я заметил, что многие люди, они практически никогда в своей жизни не имеют искренних бесед друг с другом. Причина заключается в том, что барьер между людьми преодолевается сначала на расстоянии. Барьер преодолевается во время молитвы, когда человек просит прощения, прощает. То есть сначала диалог начинается безмолвно. То есть когда человек на уровне сердца устанавливает отношения. Это мало кому известно вообще. Люди часто думают, что можно вот так раз сходу и поговорить искренне с близким человеком. Но чаще всего это вызывает боль, потому что, ну, тогда, когда вулкан прорывается сквозь толщу земли, сначала выходит влага, потом пепел. Ну, то есть это все может деструктивно очень повлиять. Но если мы сделаем маленькую дырочку и как бы весь газ с дым выпустим потихоньку через сердце, через молитву, тогда, когда между людьми установилась вот эта вот чистая связь, им несложно уже будет пообщаться как надо. Поэтому диалог разумный все-таки начинается с отношений с Богом. Бог гасит пламя скорби, вот это пожара этого внутреннего. Мы устанавливаем нить вот эту незримую в отношениях друг с другом. И дальше уже по правилам, которые изучаются здесь на фестивале, с правильным пониманием вещей, можно установить отношения. Ну, чаще всего человек не знает, что любые отношения можно исправить, но абсолютно любые. Для этого надо сначала исправлять их сердце, а потом уже они исправляются снаружи. Если человек сразу начинает исправлять снаружи, он терпит поражение. Это поражение вызывает у него в сердце боль, невозможность вступить в диалог вновь. То есть отсутствие веры, знание разрушает веру. То есть люди не доверяют уже, что они могут как-то наладить. У них нет возможности внутренне, говорят, у нас не срастается, мы не сможем вместе жить. Потому что у них нет понимания, как правильно. Нет понимания, нет веры. Первое качество — это знание. Второе качество — это духовная сила, которая выражается в двух вещах. Это смирение и терпение. То есть когда человек начинает диалог с позиции слуги, он очень смиренно. И он должен знать, что будет яд обязательно. Если человек это знает, он терпит, он как бы готов уже, он терпит от близкого человека, что сейчас первая волна будет ядовитая, а потом постепенно как бы будет полегче. Ну то есть знание, терпение, смирение и доброта. Следующая качество. Доброта или сострадание означает способность почувствовать страдания другого человека и переварить их в своем сознании. У каждого человека есть страдания, мы чаще всего так вот. Но если человек имеет духовную силу, он способен почувствовать сознание страдания близкого человека и принять их, переварить, какую-то аскезу внутреннюю совершить, чтобы эти страдания не казались болью потом, когда человек высказывается. И когда уже он начинает говорить, боли не возникает, потому что я заранее понял человека, принял его. Понимание это всегда аскез. Понимаете, все остальное разрушает семейные отношения. Если я не принял человека, то дальше какие деструктивные качества через меня подействуют? Они действуют все в виде боли. У кого-то боль выражается в виде злобы, у кого-то в виде обиды, у кого-то в виде холода, у кого-то в виде недоверия, у кого-то в виде обмана. Ну, в зависимости от темперамента человека, как он реагирует на жизнь, так он будет дальше действовать. Но основная причина, почему человек не может установить отношения, разумный диалог, причина заключается в том, что есть непереваренные чувства, эмоции. Есть вот эта боль, которую надо переварить сначала внутри, а потом надо иметь еще духовную силу, чтобы устанавливать отношения. Понимаете, у нас у всех хватает плохих качеств и также хороших. Плохие качества всегда возникают, когда очень больно. Вот как ребенок будет плакать? Один плакет вот так, это обида. Второй, это злоба. Третий вообще не плачет, а отворачивается. Это означает холод, недоверие. Вот, то есть, понимаете, но ребенка мы не обвиняем в этом во всем. Мы говорим, ну он ребенок, он плачет как может. А взрослый человек точно так же плачет, понимаете. Я когда начал медитировать в молитве на скандал семейный. Что такое скандал? Скандал – это когда двум человекам больно, и они со всей силы пытаются эту боль донести друг другу. Это выражается в виде таких негативных эмоций и так далее. Но по факту за скандалом стоит всегда боль. Если говорить о негативных качествах, то они не являются основой разрушения отношений. Это просто результат боли. Самая большая проблема, что мы не хотим очищать сердце. Мы не хотим молиться, мы не хотим трудиться над своей душой. Мы допускаем возможности этой боли, которая потом растит, эти плохие качества. И это уже вопрос темперамента человека. Какое именно плохое качество будет дальше разрушать отношения? А мы не можем ни сохранить отношения, ни разрушить. А это все делает Господь. Вот смотрите, допустим, вы создали свою семью или нет? Нет. Вам, вас соединил кто-то. И даже, допустим, если вы хотите уйти от близкого человека, вы не можете, потому что вас тянет назад. Кто вас тянет назад? Опять Господь. Он держит отношения. Если мы чувствуем, что мы не справляемся с отношениями, это наша проблема. Потому что Господь не дает никаких отношений, которые бы нельзя было исправить. У нас нет знаний, у нас нет практики, у нас нет опыта. Не можете быть вместе сейчас. Такое возможно. Бывает такая тяжелая судьба, что люди просто не могут быть вместе. Хорошо, поживите отдельно. Молитесь. Опять сближайтесь. Сдавайте экзамен дальше. Если вы не смогли сдать экзамен, разрушили отношения, экзамен становится сложнее. Больше, тяжелее судьба становится у обоих. Сдавать придется более тяжелый экзамен в этот раз. В следующий раз более тяжелый. Поэтому нет никакой причины и основания разрушать семью. Это безумие. Это всегда приводит к нежелательным последствиям. Но есть основания жить отдельно. Объясняют друг другу, что это не разрушение, а просто отдых. Даже не отдых, а просто общение на дистанции. То, что я сейчас сказал, это очень глубокое знание. Оно может быть понято только на практике жизни. Вот когда человек один раз вытянул ситуацию, которую спасти невозможно, кажется, с первого взгляда, тогда он поймет, о чем я говорю. Понимаете, Бог никогда не создает таких отношений, которые не нужны. Какой смысл? Вот ему тратить силы на это. Вот представьте, вы подняли гирю, держите, 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 зная, что никому это не надо, то, что вы держите. Вообще никому. Ну, не нужны эти отношения. Ну, вот Бог, что он такой глупый, он будет поднимать. Понимаете, отношения людей – это гиря. Ему же надо держать эти отношения, это труд. Ну, зачем он будет трудиться ради того, чего не надо? Какой смысл? У Олега Геннадьевича тяжелейший гороскоп семейной кармии, который вообще не подразумевает какую-то нормальную личную жизнь. Тяжелейший просто. Там, когда смотрят астрологи, они будут невозможны. Ну, вот Олег Геннадьевич живет нормально в семье, как бы все трудности позади с женой. И этот труд дал богатейший опыт. Были тяжелые испытания, были разрушения в моей жизни личной. Но это все стало опытом, который дает возможность мне сейчас помогать людям. Я очень благодарен Богу за все, что было, за все, что он мне дал в жизни. Потому что это стало силой, которая меняет сейчас. У меня был такой случай. А у меня был тренинг по созданию команды в одной фирме. Я провел этот тренинг. Просто мы говорили о том, как учиться вместе трудиться, работать. И одна женщина потом мне сказала, что в этот день она должна была идти на развод. Я ничего не говорил о личной жизни. Я просто давал тренинг по созданию команды, фирмы. Но она в результате этого общения, она сохранила семью. Она потом так мне сказала. Это результат этого тренинга. Хотя я ничего не говорил о личной жизни. То есть сама вот эта вот внутренняя как бы возможность, эта сила, она передается же людям. И они меняют свою жизнь. Поэтому Господь сам решает, как Он даст эту силу через страдания, через знания. Есть разные варианты. Я желаю участникам фестиваля приезжать на фестиваль. Без духовных отношений невозможно развиваться. Человек должен понимать ценность старших в своей жизни. Если Он не понимает эту ценность, то помощи может не прийти. Помощи можно ждать неоткуда. Поэтому первое пожелание. Будьте ближе друг к другу. Будьте ближе к старшим. Приехав домой, также старайтесь искать духовного общения. И постепенно из фестиваля, из фестиваля просто превращайте свою жизнь в обучение тому, как жить правильно. То есть для этого есть вот этот проект. В том, как жить правильно. Наука жизни. Нужно дальше двигаться, не останавливаться просто на фестивале. Одно дело фестиваля, другое дело жизнь. Нужно учиться жизни.